Такой очень интересный вопрос, шейх. Сколько дней или сколько раз? Существует ли вообще какое-то количество раз, которое нужно совершать намаз из тихара? И как понять вообще, что после того, как ты это совершил, сделал дуа, как к человеку приходит понимание, что какое-то из двух дел, относительно которого он делал этот намаз, что его надо делать и все, что с этим связано? Как делается из тихара, какой намаз делается и дуа, как читается, все мы объяснили в прошлых уроках. Именно это вопрос, что, как можно узнать, что это дело хорошее? Ты хочешь какое-то дело делать, из тихара делаешь и идешь по этой дороге, чтобы делать. Если эта дорога, Аллах тебя облегчает, значит, Аллах хочет, чтобы ты это делал, потому что Аллах говоришь, дуаи говоришь, Аллаху говоришь, если ты знаешь, что это для меня хорошо, это моей религии, это для моего мирского, то облегчи ему меня. А если нет, затрудни и отталкивай меня от этого. Аллах, с вами, Таал, твое сердце раскроет, облегчает тебе это. Если это плохое, Аллах, с вами, Таал, тебя отталкивает от этого вещи и затрудняет тебя то, чтобы ты это не сделал. Сколько можно повторить из тихара? Сколько ты хочешь, сколько можно, пока ты не убедишься, что уже раскрыл твое сердце или же какой из них лучше? Если ты продолжаешь сомневаться. А так, если одну вещь, ты хотел, например, пойти завтра сафар или нет, или же купить мне эту машину или нет. С тихара сделал, пошел купить, нашел, чтобы машину продали. Значит, для тебя не было это благо. Ты хотел делать вещь, и с тихара сделал. После этого, если Аллах тебя облегчил, значит, этим есть благо. Если затруднил, значит, этим не было для тебя блага Аллаху Алям. А так, из тихара повторить, может, сколько ты хочешь. Но тот хадис, который говорится, семь раз повторить, этот хадис является недостоверным Аллаху Алям. То есть, а есть примеры, что, например, люди на протяжении долгого времени делали из тихара намаз из-за того, что сомнение не уходило? Есть много ученые делают из тихара за какую-то вещь, например, от Умар, ради Аллаху Алям, чтобы этот хадис разрешить писать или нет, запрещать, это делали из тихара. И также многие ученые делали из тихара в каких-то вещах, несколько раз повторяли. Это в практике очень много такого было. Человек имеет право повторить, нет определенного, именно один делает, и все. Можете повторить, пока Лазанда раскроет твое сердце, какой из них лучше для тебя. И ты уже сам поймешь. Сам поймешь, иншаллах, Аллаху Алям. А так, добавим, что потом. И так, те, которые говорится, из тихара сделал, лег во сне, Аллах тебе показывает, какой хороший, какой плохой. Это все является, для этого нет ни одного дарила из Курана, что после из тихара человек должен спать, лечь, он во сне увидит, какой для него это лучше. Это не такое. Есть некоторые, пишут в книгах, это дуа сделай, спать, ложишься, ты во сне увидишь, это хороший или плохой. И так же, например, те из тихара, которые делают суфисты, могу сказать прямо, и четко кидают, и говорят, Аллах, Мухаммад, Абу-Джахар, Аллах, Мухаммад, Абу-Джахар, например, кидают, держат четко, например, сколько там осталось, если на Абу-Джахар пришло, значит плохое, на Мухаммад среднее, на Аллах это лучшее. Таким гаданием делают из тихара. Аллах тебе научил, ибада делают, чтобы советовался с ним, а ты крутишь этот четкий, как крутишь этот лотерейный барабан, и это силаешь, делаешь это. Это было при жахилизме тоже у кафиров, у расшитов. Брали птицу, отпускали, если направо летит, значит хорошие сафары выходили. Если она налево летит, что это плохое. И так же, например, по дороге идешь, когда кошка встречаешь черную, это плохой пример, возвращаешься. Или пустым ведром встречать, и базар идешь, торговля не получается. Это все являются не от Ислама, от джахилизма остались. В Исламе тебе дали два раката намаза, после два раката намаза, дуа делай, кто от пророка пришел. И потом таваккар, Аллах, Аллах тебе это хорошо облегчит, плохой тебя остановит. Аллаху аля.